Мир вашему дому, друзья! Меня зовут Андрей Сорокин. Это проект Странник, где мы рассказываем вам о святых местах в России и за ее пределами. В Москве раннее утро, и мы снова отправляемся в дорогу. Сегодня едем в город, который сыграл в истории России маленькую, но очень заметную роль. Монастырь, который мы там увидим, считается первым в России. Но ученые пока еще спорят об этом первенстве. Но то, что точно известно, этот монастырь посвящен первым русским святым Борису и Глебу. Едем в город Торжок. Узнаем маршрут. Торжок. Три с половиной часа. История этой дороги началась в начале 18 века. После того, как столицу перенесли в Санкт-Петербург, Петр I повелел построить главную всесезонную гужевую дорогу. Вдоль нее, конечно же, сразу начали строиться поселения. Но Торжок на этом пути стоял гораздо раньше. В Петровские времена это был уже известный городок. Поэтому любили приезжать сюда и российские, и иностранные путешественники. А уж для странников и богомольцев это вообще был знакомый маршрут. В Торжок на Богомолье приезжали очень часто. Удивительный город Торжок. Знаете, что это означает? Торжок, торг, торговое место. Когда-то это был купеческий город, который находился на границе Новгородской республики. Это и помогало ему развиваться, и мешало. Потому что в мирное время сюда приезжали купцы, здесь была мирная, сытая торговая жизнь. А в военное время Торжок брал весь удар на себя и превращался в пограничный форпост Новгородской республики. Старину город делился на две части. Верхнее городище и нижнее. Верхнее называлось Новый Торг, а нижнее – Торжок. Верхнее городище было обнесено крепостной стеной. В XIII веке городу пришлось выдержать длительную осаду. Две недели осаждали монголы-татары Новый Торг. В итоге, конечно, все погибли, и город был разорен. Но на память о Новом Торге осталось сейчас название жителей. Они называют себя Новоторы. Город называется Торжок, а жители – Новоторы. От того, Нового Торга. В XVI веке Кремль потерял свое стратегическое значение. И часть башен превратилась в темница для пленников. Здесь содержались пленные крымские татары. От крепости Нового Торга, конечно, сейчас ничего не осталось. Но есть имитация Новоторгского Кремля. Это теперь музей этнографический. Есть предание, что, проезжая через Торжок, царь Иван Грозный приказал убить всех пленников. В темницах поднялся бунт, и царь едва не погиб. Когда Кремль в XVIII веке сгорел, восстанавливать его не стали. Так постепенно все и разрушилось. Осталось только памятное место. Мы поднялись на самую верхнюю точку города. Это смотровая площадка Новоторгского Кремля. Отсюда даже в Пургу. Вот сейчас метели, Пурга. Но хорошо видна панорама города, панорама Торжка. И видно очень много храмов. В конце XIX века в Торжке насчитывалось 12 тысяч жителей, а храмов было около 40. Большинство жителей были купцами, и они, конечно, денег на строительство храмов не жалели. Даже соревновались друг с другом. Кто построит храм больше, да побогаче. Сейчас 10 действующих храмов и один монастырь. Еще более десятка церквей нуждаются в серьезной реставрации. В Торжке есть одно место, которое связано с династией Романовых. В частности, с императором Александром I. Это Ильинский храм. Это ступенью в верхний храм, но нам нужен нижний. 13 февраля 1826 года здесь, в нижнем храме Параскевой Пятницы, на ночь было оставлено тело императора Александра I, который скончался в Таганроге. Его тело везли из Таганрога в Санкт-Петербург. А 31 мая того же года скончалась его супруга, императрица Елизавета Алексеевна. Ее тело тоже было оставлено здесь на ночь. Правда, есть версия, что император не скончался в Таганроге, а остался жить под именем старца Федора Кузьмича. Но точных доказательств этого нет. Самая главная святыня Торжка – Борисоглебский монастырь. Он был основан в XI веке. Вы только представьте себе – XI век. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Я Андрей. Очень приятно. Странник. Вы попали на территорию Борисоглебского мужского монастыря, древнейшего монастыря вообще на Руси. Наш монастырь 1038 года основания. Он даже старше Киево-Печерской лавры. Основатель монастыря Ефрем Новоторжский, первый настоятель, причислен к лику святых, очень почитаемый в городе Торжок. Житие Ефрема Новоторжского рассказывает, что он был из богатой семьи. Но, несмотря на свое положение, поступил в услужение к ростовскому князю Борису, сыну равноапостольного великого князя Владимира. В 2015 году было совершено убийство князей, братьев Бориса и Глеба. В жестокой схватке с убийцами погиб и брат Ефрема. Потрясенный совершенным злодеянием, преподобный Ефрем решился оставить мир. Он удалился на реку Тверцу и начал вести иноческий образ жизни. Ну, если так откровенно, он чуть дальше ушел, в деревню Семеновская, буквально в 10 километрах. Основал страноприимный дом, то есть это странствующих принимал, болеющих, нуждающихся. Сейчас там церковь стоит, вот на том месте. Потом уже перебрался сюда. И здесь уже в 1038 году был сразу же построен каменный собор. И вот этот каменный как раз собор простоял до начала строительства вот этого же собора. Это первое каменное здание вообще в городе Торжок. Судьба Борисоглебского монастыря была непростой. Трижды он горел в междоусобных княжеских войнах, испытывал нужду и опустошение. При этом каменная церковь, построенная преподобным Ефремом в честь святых Бориса и Глеба, после всех испытаний осталась целой и неповрежденной. В 18 веке церковь обершала, и по решению синода ее разобрали. А почему монастырь пришел в такое запустение? Он же сейчас на реставрации находится. Как говорится, мы пережили две революции. И первая из них 17-го года разрушила не только страну, но и дома Божьи покрушила, будь здоров. И не миновала это монастырь. В 1925 году здесь была тюрьма строгого режима. И в принципе 50 лет она здесь и продержалась. За эти 50 лет разрушение, конечно, тотальное. Ну, естественно, выбиты все глаза у икон. Я не знаю, для чего это было делать. Это же история. Это отцы наши строили. Все, что, скажем, можно дотянуться, скажем, на высоте 3 метров, как тайфун прошел, что называется. А можно сейчас зайти в него? Ну да, я думаю, найдем такую возможность. Погоди, ну, если двери остались такими же, какими были для собора. Здесь интересный факт про этот собор, в частности, от именно Бориса и Глеба. Первый камень здесь закладывала Екатерина лично в 1785-м. Слушайте, какой красивый. И здесь была тюрьма? Да, здесь была тюрьма. Здесь еще есть нижний ярус. Тоже такой интересный момент. Здесь изначально, исторически, был пол ниже, на самом деле. И пол был сделан из плиток, чугунных плиток. Да. Но нюанс нашего монастыря в том, что эти чугунные плитки были сделаны из ядер, найденных на территории монастыря. Потому что монастырь постоянно осаждался. Скажите, вот здесь была тюрьма. Да. И когда она закончила свое существование, и был какой-то период, храм и монастырь вообще стояло все в разрухе стояло. Как-то было? Или сразу? Да, конечно. Передача произошла сразу? Тут, понимаете, какая штука. Здесь в 1885-м году была даже попытка реставрации. Где-то в 80-х, 80-х годах одна местная студентка писала работу по архитектуре. Она училась на архитектора. Писала работу свою студенческую по вот этому монастырю. В общем, итог этой истории в том, что она сейчас по своей курсовой работе занимается реставрацией монастыря. Она куратор. То есть она вот там говорит, какие цвета здесь были, какие там. У нее сохранились фотографии алтарных частей. Слушай, ну здесь я вижу, даже вот сохранились некоторые фрагменты каких-то фресок. Наверное, еще можно что-то рассмотреть. Да. Вот тогда еще больше было сохранено фресок, клепнины и прочего. Три престола здесь было. В частности, вот в этой стороне, вот так вот, скажем, был старый собор. Это Ефрема. Ну а тоже. Да, умели строить, да? Есть какая-то дата, когда этот собор, ну примерно в планах, как вы думаете, предполагаете, мечтаете, когда собор будет восстановлен? Ну, на самом деле, в нашем случае мечты сбываются, потому что он уже сейчас стоит в программе реставрации. Какая-то помощь вам нужна? Волонтеров позвать на помощь к вам? Убирать мусор строительный? Да любая помощь, знаете, как говорится, все начинается с трудника. Есть такое выражение, все начинается с трудника. Володь, а сколько сейчас монахов живешь в монастыре? Сейчас в монастыре трое монахов. А какие еще здесь объекты на территории монастыря в более-менее сохранности находятся? Ну, в сохранности, это основное, это, конечно, вот сейчас реставрируется обратная церковь. То есть здесь будет вход в монастырь? Это красные ворота монастыря. Да-да-да. Вот, они примерно в одном периоде были построены. Вот, это тоже проект Львова. Он сейчас постоянно сушится, три постоянно работают пушки. С лета будет именно восстановление живописи. Это самый такой вот щепетильный, дорогой процесс. Это здесь будет живопись? Для икон. Да-да-да. А так, Веденская. Здесь у нас все происходят службы, ведение во храм Пресвятой Богородицы. А вот по свечной башне расскажите нам. Свечная башня, ну, многие, так это, там, свечи лили, ну, это просто название, свечная башня. В ней находилась вообще библиотека монастырская. По преданию, там трудился Карамзин, этому нету подтверждения. Ну, я думаю, что это такая городская легенда. Ну, вы понимаете, что я поясню, он работал, это точный факт, что он работал в Твери и, соответственно, по Твери. А при условии, что наш монастырь древнейший, и у нас была библиотека, здесь в те времена еще будет библиотеки. Соответственно, ну, исключать этого, ну, тяжело. Ну, да, наверное, бывал. Наверное, бывал. Здесь... А специальных креста нет на ней? Или просто еще в стадии реставрации? Просто нет, это все еще... Но он вообще не отреставрирован. Он на самом деле в запустении, тут делов тьма тьмущая еще. Это сейчас основной собор для молитвы. Действующий, да. Здесь все богослужения проходят, все литургии, все тут. И здесь же находится частичка мощи Ефрема Налатурского. Ну, да, у нас вот, в частности, там рак стоит. Там частичка – это Бориса и Глеба, а здесь – Ефрема. Преподобный Ефрем отошел ко Господу в 1053 году. Тело его было погребено в созданном им храме, в каменном гробу. Более 500 лет мощи преподобного Ефрема покоились в земле. Во время царствования Ивана Грозного нетленные мощи преподобного были обретены. С того времени и установлены празднования памяти святого преподобного Ефрема Налатурского. 10 февраля – день его представления, а 24 июня – день обретения его чудодейственных мощей. В Торжке так много интересного, что можно о достопримечательностях Торжка говорить бесконечно. Но есть одно интересное место – это музей. Музей всего одного экспоната – Дом пояса. Давайте узнаем, почему здесь всего один главный экспонат и почему это пояс. Пойдемте в музей. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Нам сказали, что у вас в Торжке очень интересное место. Да, это наш Дом пояса. Ой, как интересно. Это музей одного экспоната. Очень часто так говорят, но экспонат, он не единственный, но основной. Наш Дом пояса – уникальный музей, единственный в России, посвященный русской поясной культуре. Ну а что же это за экспонат такой? Расскажите, откуда он взялся и почему именно пояс? Поясная культура очень древняя, с 9 века ведет свою историю. А если человек в старину появлялся на люди без пояса, про него говорили, что он распоясался. И до революции наш город являлся столицей по производству поясов. И поэтому, возрождая старинные традиции народные, на нашем предприятии Торжокке «Золотошвей» было принято решение. В 2010 году отшить самый большой пояс России, подпоясывающий всю нашу большую страну. Готовый пояс был освящен в селе Городня Тверской области, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Пояс длиной 12 метров. Не случайно, поскольку 12 апостолов, 12 главных церковных праздников, 12 месяцев в году. В течение двух лет над поясом работали 37 человек. На его изготовление пошло 52 километра золотной и серебряной нити. И на нем отшита одна из молитв «Живые в помощи Вышнего». 90-й псалом Давида. Русские женщины эту молитву зашивали в одежду мужчинам, когда те уходили на войну. И с этой же молитвой и иконой Казанской Божьей Матери летчики поднимались в небо над блокадным Ленинградом. Всех экскурсантов мы приглашаем прочитать канонический текст, отшитый на внешней стороне пояса. В трех строках. Для этого вам надо пройти три круга вокруг пояса. И главное назначение нашего пояса – всех объединить ради мира и согласия. И защитить каждую семью и каждого человека в отдельности. Вот бы такой пояс для всей планеты сделать. Вот его и сделали для России. Нельзя приехать в Торжок и не посетить музей золотного шитья. О нем знают во всем мире. Ученые установили, что традиции шитья и золотых нитей передаются в этих местах с 12 века. Говорят, что в наши дни в России только в Торжке сохранили секреты этого мастерства. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно. Я экскурсовод Наталья. У нас город старинный, исторический. Еще княгиня Ольга в 10 веке привезла золотный промысел с Византии на Киевскую Русь. Раньше вышивали настоящей золотой нитью, спреденной на льняную основу. Позже стали вышивать нитью, в которой всего лишь 8% драгоценного материала. И поэтому наше шитье сейчас называется золотным. То есть сейчас в той нити, которой вы вышиваете, 8% золота? Совершенно верно. Интересно. Панно плодородия. Это панно поистине является шедевром золотного производства, потому что более 100 видов швов представлено на этом панно. Конечно же, лучшими нашими мастерицами являлись девушки из женского воскресенского монастыря, где они изготавливали вот такие церковные облачения. Атрибутика церковная – воздох, покровцы. Пожалуйста. А вот эта соловецкая плащаница – 6 месяцев 6 женщин трудились над этой работой. Как вы думаете, чем занимались девушки в торжке в 18 веке? Я теперь уже знаю, что вышивали золото. Конечно, каждая вторая, каждая вторая девушка имела вышивать. Как же выглядели наши женщины в своих красивых нарядах? Более 16 килограммов золота носила женщина на своих плечах. Но венцом женского наряда всегда является кичка. Кичка указывает статус женщины. Чем выше кичка, тем женщина статуснее. Под кичку женщина убирает волосы, дабы не опростоволоситься. Но самое интересное – наше знаменитое панно путешествия из Москвы в Петербург. 45 километров золотной и серебряной нити ушло на изготовление этого полотна. Какой большой труд. Вот интересно, а мужчины одевались в такие наряды вышитые? Конечно. А рукава кафтанов? Угу. Рукава кафтанов. А платки нагрудные? Пожалуйста. А пройдемте к пяльцам, я вам покажу. Будьте добры, можете здесь встать, чтобы вам наглядно было видно. Давайте так. Да. Мы берем вот такую прозрачную бумажку, накладываем на эскиз и прокалываем рисунок по контуру. Мелко-мелко иголочкой с шилом. И у нас получается вот такой сколок. Потом этот скол мы прикладываем на ткань. Берется керосин с мелом и промасливается. Посмотрите, меловой отпечаток у нас четко остается на ткани. То есть керосин мешает смелым? Керосин мешает смелым. Получается, как густая масса. Густая масса. Все правильно промасливается. И потом-то самое интересное. Вот я сейчас научусь вышивать. Берется в руки вот такая витеечка. Витейка деревянная до сих пор используется на предприятии. Вот она, наша золотная нить. Если вы желаете, можно прикоснуться. Я боюсь. Она прочная? Она прочная, конечно. Конечно, золотная нить через ткань не проходит. Это шитье в прикреп. Мы прикрепляем эту нить с изнаночной стороны любой хлопчатобумажной или шелковой нить. Я понял. Вот вы для меня открыли секрет сейчас. И вы понимаете, что у нас рисунок на лицевой стороне полностью повторяет рисунок на изнаночной стороне. Вот в чем этот фокус. И вот можете представить, какой это труд. Какой это труд. Да, конечно. Сколько здесь стишков? Да здесь миллион стишков. Здесь невозможно сказать. Мы очень горды, что мы отшиваем элементы парадной форменной одежды для роты, почетного караула, боротники, обшлага. Все это тоже дел наших мастериц. Вот здесь мы видим, это самый первый план города Торжка. Он отшит золотом на красном сафьяне. Конечно, герб города Торжка на лазурном фоне – шесть голубей. А что это означает? Шесть голубей – это шесть дорог, шесть торговых дорог из нашего города. Голуби в золотом – это богатство. Город купеческий. Голуби в серебряном – это чистота наших сердец. Красные алые ленточки – это как языки пламени символизируют события, трагические события. Город горел более 14 раз. Наш Торжок, он очень маленький. Он город-музей. И обычные лица у торжовских людей. И на карте России это всего лишь кружок. Я сегодня вам рассказала про любимый торжок. Вам всех благ и здоровья. В Торжке традиции мастерства сохраняют и учат новые поколения старинному ремеслу. Отделение золотного шестья и декоративного преследового искусства мы не могли оставить без нашего внимания. Мы приехали в педагогический колледж имени Бадюлина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Андрей. Меня зовут Александра Михайловна. Александра Михайловна, расскажите, как же учатся этой прекрасной профессии? Профессия очень давняя, но традиции мы сохраняем те, которые были заложены много веков назад. На протяжении всех этих столетий они передавались из поколения в поколение. И мы сейчас стараемся сохранить те технологии, которые были испокон веков. Покажите, как это делается. Пойдемте. Если брать всю историю золотного шитья, то специалисты считают, появилось оно здесь у нас в конце 12-го, начале 13-го века. И, конечно же, каждая мастерица учила следующую, учила свою преемницу. То есть мастерство передается из поколения в поколение. Конечно. Конечно. А само учебное заведение появилось здесь, в Торжке, в конце 19-го века. Это был 1894 год. А правда говорят, что в Торжке каждая девушка умеет вышивать в золото? Я думаю, что не каждая, но вы представьте себе, с конца 19-го века ежегодно наше учебное заведение выпускает какое-то количество мастериц. Очень многие из этих мастериц остаются работать в Торжке, остаются жить здесь. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, я услышал интересное слово «веретейка». Расскажите мне, как веретейка работает, и что вы с ней делаете, и что это такое? Немножко неправильно вы услышали. Так. Называется... Как вы назвали? Веретейка? Не веретейка, а витейка. А, витейка. Анна, посмотрите, как выглядит. Это палочка. На конце этой палочки катушечка. И на этой катушечке намотано золото. Вот посмотрите, золото намотано. Смотрите, Анна перекидывает витейку то на одну сторону, перекинула, делает шельцем дырочку в коже. Посмотрите, она шьет по коже. Захватывает рабочей ниткой белой серебряную ниточку, утягивает ее вниз, попадает в ту же самую дырочку и перекидывает витейку на другую сторону. Татьяна, скажите, а сколько нужно вышить, чтобы считаться мастерицей? Сколько нужно учиться этому ремеслу? Ну, все по-разному. Конкретно золотным шитьем девчонки обучаются. Ну, год у них выходит на золотное шитье. А мужчины вышивают? Есть парни у вас на курсе? Ну, за мое время, за мою работу и за обучение при мне два мальчика выпустили. Так, правая рука у вас сверху, а левая снизу, правильно? Да. И еще, смотрите, у вас иголка в правой руке, еще и шило. Нет, правой. Нет, иголочку положите. И теперь шило берите, как ручку. Как много примуток? Посмотрите. Нужно вот так наизнанк соединить шильцы и рабочую иголочку. Вот так, на пальчике. Называется работа по шилу. Слушайте, это очень сложная работа, Таня. Очень. Тогда я закончу все свои важные дела, приеду в Торжок учиться на вышивальщика. Приезжайте. Город Торжок, город, где хранится настоящая живая история нашей страны. Город, который подарил нам новые встречи и удивительные открытия. Наверное, таким должно быть настоящее паломничество с радостью в душе и с Богом в сердце. Желаем и вам испытать такие же чувства. А я продолжаю свой путь странника для того, чтобы увидеть святыни России своими глазами и рассказать о них вам. Помогай Господь! Субтитры создавал DimaTorzok